Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы уже посмотрели разделение устного народного творчества, народы, выгоды и жанры. Сегодня мы будем продолжать нашу дискуссию о различных жанрах фольклора. Вы уже знаете, что ученые не сумели охватить все аспекты разнообразности фольклора. И нет ни единой классификации, которая бы полностью охватила все разновидности устного народного творчества. Каждый вид устного народного творчества имеет самые разнообразные формы композиции с точки зрения структуры и поэтики. И кроме поэтической системы существует ряд факторов, которые связаны с бытом народа, которые имеют значительное влияние на художественные особенности фольклорных произведений. Поэтому при анализе основных жанров важно иметь в виду национальное своеобразие народа, которое отражается в подразделении видов. Идейно-художественные принципы, исторические взаимоотношения между жанрами ярко выражены в фольклорных произведениях. Эта идейная общность осуществляется при помощи слов. Давайте посмотрим, что обозначает жанр и как он классифицируется. Основные моменты нашей сегодняшней лекции. Понятия жанра. Функции жанра. Разделение родов. Классификация эпических произведений. Классификация лирических произведений. Классификация драматургических произведений. И, наконец, малые фольклорные жанры. Понятие жанра. Термин жанр возник от латинского слова genus. По словам Владимира Яковлевича Пропа, под жанром понимается совокупность произведений, объединенных общностью поэтической системы бытового назначения форм и музыкального строя. Также словесное искусство играет важную роль в фольклорных произведениях. Очень важно изучать особенности и закономерности понятия жанра и его классификацию. В своей работе Владимир Проп подчеркивает важность поэтической системы для определения жанра как и в литературоведении, так и во фольклористике. По мнению Пропа, поэтика является совокупностью приемов выражения творческих особенностей и эмоций и понимания мира в процессе изображения действительности. Однако приемы выражения глубоко связаны с языком и поэтому в области поэтики также входит все, что касается языкового стиля. Таким образом, есть два типа жанра – прозаический жанр и стихотворный жанр. На основе этих поэтических принципов легко классифицировать жанры литературы. Однако, все это усложняется, когда речь идет о классификации жанров фольклорных произведений, где поэтические особенности жанра являются довольно гибкими. Трудности классификации жанра Посмотрим трудности классификации фольклора на примере сказки. Хотя сказка как вид устного народного творчества присутствует во фольклоре у всех народов мира, но она имеет самые разнообразные формы композиций с точки зрения структуры и поэтики. Таким образом, жанровые особенности сказки приобретают широкий размах. Тут речь идет не только о сказках. Такие же жанровые разнообразия мы наблюдаем и в других видах устного народного творчества. Следовательно, кроме поэтической системы, существует ряд факторов, связанных с бытом народа, которые значительно влияют на художественные особенности фольклорных произведений. Но, несмотря на свои ограниченности, проповские принципы разделения жанра имеют очень важное значение и во многом помогают нам на процессе установления жанрового состава фольклора. Манера исполнения При анализе произведения устного народного творчества манера его исполнения имеет исключительно важное значение. Например, телодвижение каждого исполнителя, отдельного и коллективного, играет значительно важную роль в исполнении русских хороводных песен. Такие особенности, как страфические строения и другие, также могут быть ясными без учита нюансов этих телесных движений. Телесные движения хоровода также играют решающую роль, Фольклорный жанр изображает жизнь и действительность, но он выбирает и изображает только один из разных аспектов этой жизни и действительности. Например, есть жанр, который изображает только историю народа, когда другой жанр связан с бытом народа. При изображении действительности отражаются жизненный опыт, моральные взгляды народа. Если детский фольклор, который в основном включает в себя колебельные песни, пестушки, потешки, бесконечные сказки и другие жанры, которые выполняют свою особую функцию, то есть обаюкивание детей, тогда жанры, как былины, баллады, исторические песни изображают историю народа. Подобным образом семейные и любовные песни отражают личные отношения между людьми. Моральные взгляды и жизненный опыт народа находят отражение в пословицах и поговорках. В календарных и обрядовых песнях изображается труд и быт народа. Периодизация фольклорных произведений. Фольклор каждой исторической эпохи отражает особенности жизни и действительности того времени. В этом отношении фольклор каждого периода имеет своеобразный характер. Однако между ними есть и много общего. Все роды и виды устного народного творчества, такие как эпос, лирика и драма, и даже жанры, такие как мыфы, сказки, былины, исторические песни, народные песни, народные танцы и пословицы и поговорки присутствуют в фольклоре каждого этапа. Классификация родов. Роды. Эпос. Сказочный, не сказочный. Лирика. Обрядовые. Собственно лирические. Драма. Все эти роды, виды более или менее присутствуют в фольклоре каждого народа. Специфические черты, которые характеризуют национальное своеобразие и добавляют национальный колорит, проявляются только в подразделении видов. Жанровая классификация Стэд Томсона. Ученый Стэд Томсон старался выделить нарративы фольклора по мотивам на основе работы шведского ученого Анти Арне. Томсон разделил мотивы в категориях от А, С в зависимости от функций, которые они выполняют. Например, под буквой А собраны все мотивы, связанные с мифом. Под В все буквы, связанные с животными. Мотивы, связанные с волшебством, подгруппированы под буквой Т, со смертью под Е и тому подобнее. С одной стороны, он подчиняется категориям более общим, с другой более дробным. Однако, такая классификация учитывает только нарративы жанры, а игнорирует другие жанры, как народные танцы, песни, обычаи и тому подобное, которые не являются нарративом. Классификация эпоса. Эпос – сказочный, сказка, анекдот, притчи, небылицы, несказочный, легенда, предания, бивальщины, народные рассказы. Эпос разделен на две подгруппы – сказочные и несказочные. Сказочные произведения подразделены на сказки, анекдоты, притчи, небылицы и другие. Также, несказочные подразделяются на легенды, предания, бивальщины, народные сказки и другие. Сказки. Сказки учат человека жить, веселиться, утверждают веру в торжество добра и справедливости. В сказочной фабуле скрываются реальные человеческие отношения. Устные прозаические произведения с наличием определенными признаками относятся к сказкам. В сказках присутствует сказочный вымысль. Этот сказочный вымысль приобретает специфический характер изображения действительности. Притчи. Притчи – это философские рассказы о смысле жизни и являются средством самопознания и самосовершенствования. В основном они связаны с моральным воспитанием и верой в самого себя и сверхъестественного. Например, одна из притча, которая существует почти у каждого народа – это два волька. Притча два волька. Притча неизвестного происхождения. Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух вольков. Один вольк представляет зло, зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой вольк представляет добро, мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность. Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил, а какой вольк в конце побеждает? Старик улыбнулся и ответил, всегда побеждает тот вольк, которого ты кормишь. Классификация лирики. Лирика. Обрядовые, собственно лирические. Календарно обрядовые, семейно обрядовые. Семейно бытовые, общественно бытовые. Кальятки, посевальные, веснушки, пасхальные, волочебные, гребовицкие, выразительные, свадебные, похоронные, причитания. Песни о любви, женской судьбе, сиротства, юмористические, сатирические, казацкие, тюремно-лагерные, чумацкие, ремесленные. Подобно словесно-музыкальным произведениям, лирические Песни близки к народному обрядовому поэзию. Такие как песни календарного цикла, свадебного обряда, но отличаются от них обрядовым магическим началом. Лирические произведения подразделены на обрядовыми и собственно лирическими. Обрядовые подразделяются на календарно обрядовыми и семейно обрядовыми. Также собственно лирические подразделены на семейно-бытовые и общественно-бытовые, которые далее тоже подразделены на некоторые группы. Все это указывает на разнообразности и специфичность своеобразия социального быта, эмоций, чувства и тому подобное. Причитания. Как с этой со сторонушки, нету пешему-то выходу, нету конному-то выезду, нету теченьки в вылету. Жанр семейно-обрядовой лирики. Причитания. Причитания. Народные причитания или плачи по содержанию делятся на три основные вида. Причитания свадебные, похоронные и солдатские. Но они и могли выходить за эти предели, так как они применимы к любому печальному событию. Их еще и можно услышать во время пожара, не урожая или отъезда на чужую землю. Традиционный образ и эпизоды в причитаниях, которые в давнее время принимались буквально как призывы к покойникам посещать родных в дни поминальные в образе вещей птиц, которые приносят родным вест с того света. Хотя это позже становится лишь художественными символами поэтического выражения человеческих переживаний. Классификация лироэпических произведений. Лироэпические, героические лироэпические, негероические лироэпические, былины, думы, исторические песни, баллады, песни, хроники. Кроме чисто эпических и лирических произведений, в фольклоре существуют произведения, которые имеют и лирические элементы, и эпические элементы. Их относят к лироэпическому группу. Даже и лироэпические произведения подразделены на героические лироэпические произведения, такие как былины, думы, исторические песни, и негероические лироэпические произведения, такие как баллады, песни и хроники. Классификация малых фольклорных жанров. Малые фольклорные жанры. Лирические, нелирические. Пословицы, поговорки, колыбельные, потёжки. Существуют некоторые малые фольклорные жанры, такие как частушки, пословицы, поговорки, колыбельные, потёжки и другие. По своему художественному строению они наблюдают строгое сочетание слов. Малые жанры подразделены на лирические и нелирические фольклорные жанры. Пословицы и поговорки. Золото не говорит, да много творит. Привычка вторая наука. Лирические жанры, пословицы и поговорки включают в себя народные суждения о жизненных явлениях, которые выражены в определённой художественной форме. В пословицах содержатся очень глубокие народные мысли и учения. Таким образом, при анализе жанровых особенностей устного народного творчества, очень важно учитывать бытовые своеобразия народа и специфику образа жизни людей. Национальное своеобразие всегда играет значительную роль в определении специфики фольклорных жанров. Каждый фольклорный жанр имеет свою специфику и выполняет особую задачу и функцию по-своему. Кроме функции, фольклорные жанры имеют свое специфическое содержание. Если в былинах изображаются подвиги богатерей, то в любовных песнях описываются лишние отношения и подобные. Жанры отличаются друг от друга не только с точки зрения тематики, но и каждый жанр имеет также свои специфические персонажи. Например, только в волшебных сказках мы наблюдаем присутствие таких персонажей – Иван Царевич, Иван Дурак, Баба Яга и так далее. Однако главными персонажами в сказках о животных являются разные животные и тому подобные. Таким образом, композиция фольклорных произведений занимает важное место в определении жанра, так как с ней связаны сюжет и фабула. Сюжет и фабула строятся с помощью действующих лиц или персонажей. Из основных жанров некоторые мы будем рассматривать более подробно дальше. Сюжет и фабула строятся с помощью действующих лиц.